Наркоманы здесь вот, так сказать, закладывают под них. Здесь средь бела дня бабушка закладку делала. Клумбы из покрышек уже давно облюбовали закладчики. Управдом Евгений Евтюшкин был свидетелем того, как закладчики прятали одурманивающие вещества в самодельных цветниках. Поэтому запрет на такие арт-объекты мужчина одобряет. Хотя и в этой истории, признает он, есть свои нюансы. Порой такие клумбы несут практическую пользу. Особенность наших дворов, что по ширине две машины не разъедутся. Нужно всегда одному куда-то алесами зайти. Проезды такого, так сказать, незаконного, они как раз и являются защитой. У нас здесь начала организовываться хаотичная парковка автомобилей. И изначально, опять же, наши жители, чтобы сохранить газон, начали вкапывать покрышки. И была предложена альтернатива установке конусов. Ну, в любом случае, это также эстетичнее, чем те же покрышки, которые имеют свой износ. Вот пример современного барьера. Говорят представители одной из управляющих компаний города. Так в новостройках уже давно шинным самоотделкам предпочли вазоны. У нас относительно новый современный дом, поэтому мы придерживаемся, соответственно, современной концепции благоустройства. Конечно, изначально у нас появлялись здесь и клумбы, покрышки, да, использованные. То есть жителям все равно хотелось каким-то образом высадить цветочки. И мы начали предлагать жителям воспользоваться альтернативой и закупкой вазонов. То есть, в принципе, вазонов мы уже достаточно закупили, как бы, и это более современно, более экологично. Кстати, сегодня законодатели отнесли покрышки к четвертому классу опасности. Мол, вещества, которые они содержат, ядовитые. Из народного творчества отныне грозит внушительный штраф от одной до 250 тысяч рублей. Если будут обнаружены такого рода арт-объекты и выяснится, что это изготовил человек по собственной инициативе, то будет наказано граждане на тысячи до двух. Если будет установлена вина и, допустим, поручение директора, например, управляющей компании, который в многоквартирном доме во дворе разместил такого рода арт-объект из шин, он будет привлечен к ответственности от 10 до 30. Ну, а вот если это будет привлекаться управляющая компания, то там еще более серьезная ответственность от 100 до 250 тысяч. При этом хранить шины на полигоне запрещено. Вариант отправлять резину на переработку. В Крайовой столице, к примеру, колеса принимает предприятие по утилизации шин. Так что у старых шин, по сути, одна судьба – перерождение. Если захочется как-то реализовать свой творческий потенциал, то придется обойтись без ядовитых веществ. Вот, например, во дворе дома на Партизанской построили целый деревянный мини-городок. Интересно и экологично, в отличие от соседней скульптуры умирающего резинового лебедя. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.